Всем привет! В этом видео я расскажу, кому из граждан Республики Казахстан в 2024 году разрешено иметь оружие и в каком количестве. Подписывайтесь на канал, будем вместе повышать культуру обращения с оружием. Если вам 18 лет и более, то согласно закону об оружии Республики Казахстан, вы имеете право приобретать в специализированных магазинах без разрешения органов внутренних дел. Первое. Это газовые баллончики, а если точнее механические распылители, аэрозольные и другие устройства. Но для этого вам нужно там же, в этом магазине, пройти инструктаж по технике безопасного обращения. Примерная стоимость газового баллончика начинается от 2500 тенге или 5 баксов. Это по состоянию на текущий 2024 год. Второе. Это вы имеете право приобретать это сигнальное оружие и воздушки или пневматическое гражданское оружие с дульной энергией не более 7,5 джоулей и калибром до 4,5 мм включительно. Но для этого вам нужно будет предъявить в магазине справку о несудимости, справки с нарко- и психдиспансера, а также нужна справка о проверке знаний безопасного обращения с оружием или, проще говоря, справка с динамо. Насколько я знаю, примерная стоимость сигнального оружия будет в районе 75 тысяч тенге или 160 баксов, а стоимость пневматического оружия плюс-минус примерно такая же. Также, если вам 18 лет и более, то вы имеете право владеть газовыми пистолетами в количестве до 2 единиц, ну или револьверами. Данное оружие приобретается гражданами Республики Казахстан только по разрешению органов внутренних дел. Примерная стоимость газового пистолета начинается от 40 тысяч тенге или примерно 80 баксов. Если вам 21 год и более, то вы имеете право владеть до 2 единиц вот такими вот гладкоствольными длинноствольными ружьями. Проще говоря, по разрешению МВД можете приобрести 2 дробовика. Но здесь есть нюанс. Если у вас есть удостоверение охотника, то с таким оружием вы имеете право выезжать на охоту. То есть, в разрешении будет указано ношение и хранение. Если же нет охотничьего билета, то эти дробовики будут числиться как оружие самообороны. То есть, в разрешении будет указано только их хранение без права на охоту. То есть, охотиться с такими ружьями будет нельзя. Как получить онлайн охотничий билет, не выходя из дома, вы можете найти у меня на канале короткий видеоролик «Шотс на одну минуту». Примерная стоимость охотничьего билета около 25 тысяч тенге или 50 баксов. А примерно стоимость гладкоствольного ружья, дробовика от 150 тысяч тенге или 620 долларов. Охотничье нарезное оружие имеют право приобретать граждане Республики Казахстан, у которых во владении имеются гладкоствольные и длинноствольные ружья более 3 лет, а также стаж охотника 3 года и выше. Таких ружей, то есть нарезных охотничьих ружей, допустимо иметь до 2 единиц. Примерная стоимость нарезного мелкокалиберного ружья может начинаться от 130 тысяч тенге, это примерно 270 баксов и выше. А калибр покрупнее будет стоить примерно от 300 тысяч тенге и выше или от 620 долларов. К расходам может добавиться приобретение сейфа, который будет стоить примерно от 70 тысяч тенге или 145 долларов и выше. Плюс, согласно закону об оружии, вам нужна будет GSM-сигнализация, которая стоит примерно от 15 тысяч тенге или 30 долларов США, или подключить жилье к пультовой охране. Помимо всего прочего, вам нужно будет оплатить около 20 тысяч тенге на всякие справки, типа медицинская справка, справка с Динамо, это прохождение курсов по безопасному обращению с оружием и прочие пошлины, необходимые при заполнении заявки онлайн. Перед покупкой оружия обязательно ознакомьтесь с правилами безопасного обращения с гражданским и служебным оружием, а также правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему. У меня на канале также есть подробная пошаговая инструкция, как подать заявку онлайн на приобретение оружия, которое записал еще в 2022 году, но принцип которого плюс-минус остался одинаковым. Итого, если подытожить, гражданам Республики Казахстан разрешено иметь два газовых пистолета или револьвера, два гладкоствольных длинноствольных ружья, а также два нарезных охотничьих ружья. Я периодически у себя на канале выпускаю видосы о правилах обращения с оружием, поэтому кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр!